короче динами конкретно банджорно в машине сидит не витринки тишина еще ганес блять посмотреть только вокруг лес в жизнь кипит кайф палатку не стали брать что там посмотрели тепло нормально сергаван бежит все погнали дальше вот ребята это копылуха глухарка глухарка самка глухаря еще приблизит он еще вон к он еще это касать ее но мы не стреляем мы ребята самых честных правил боня боня заскулила видишь боня короче ладно я так понял ты будешь косить я тогда по лагерю займусь лапника на рублю да все это пока светло бля ну вот и все лагерь обустроен на ночь хватит готовим жарю место там обустроил поляночка такая так ну чё ждем серёгу хотите я вам расскажу как мы раньше спали ну имеется ввиду вот когда мы ездили молодыми ребятами в леса там или на эти скажите на острова как раньше происходил ну ночлег у лесу у нас не было ничего но от слова совсем то есть у нас не было спальников серёгин батя тогда подогнал вот армейский это знаете как который состоит из двух отдел одеял этих полосатых бы намокает становится тяжеленным вообще невыносим как говорил дедушка ленин сидя у костра не на подкуриваться спичкой ну и короче чё неважно где что как земля разводили костер чаще все это происходило на берегах реки у нас травах то есть там всегда в достатке следоходом бревна закидывает прошлогодние еще что-то кладется бревно так потом так но они сгорают соответственно дают тепло вперед ну то бишь бревно и вот оттуда вот так вот идут на меня я сижу здесь серёгой ну там полуха с нами ездил и по мере по мере прогорания вот они обрушаются сюда с той стороны их подвигаешь т.д. и т.п. есть несколько форм видов костра но если вот такой то есть когда они так уложены ну и короче не было у нас нихера костровище вот прогорит ну горит допустим да ты просто же можешь костер в сторону сдвинуть правильно ну да здорово чё там углей взял там кинул бревна переложил они горят соседнем месте костры но такие мощные делать для чего чтобы земля прогрелась потому что земля холодно ну и вот этот пятак здорово где горел костер он прогревается ну и ты ложишься туда спать без спальников без всего бля вот спишь бля спишь знаете так чутко бля кто синий тот нечутко а ножки то они мерзнут и сами в костерок ползут но от костра тепло идет с 23 за 4 лет до 30 я не употреблял вообще ничего блять сколько я этих гавриков спас блять ночью сидишь сапогами пахнет одного второго вода приготовлена польешь там т.д.т.п. так и спали ничего нормально малек у нас появились спальники так все ездили пичевали короче так хочу а также нормально ну спать старались короче днем ночью сетки т.д.т.п. а днем когда солнце прикрывает высыпались тяжело было когда снег метет там или дождь зарядит несколько суток тогда жопа а когда у организма есть передышка хоть и незначительная в виде там блять три-четыре часа там солнце там либо хотя бы штиль высыпались мама не горюй да и молодые были чё там четыре часа поспала нормально вот там я проверил на штык ну уже подсохло хотя здесь явно что был дождь потому что когда разжигал костер упаковкой из-под сахара она была сырая ну и чё перебечуем тут правда вот лагерь то разбит он не по теме потому что вот там север а вот там юг то есть когда дует теплый ветер мы его не слышим потому что вот а когда задувает северюга мы продуваемся пока все сейчас чухавчик сготовлю надеюсь серёга устанет о всей засидки обиделся на меня то что если не пошел хочу идти сейчас сейчас ничего не будет завтра день это хотим полноценно послезавтра там утро день может быть но вечер отсидим если мало ли чё но его нету массово ну гуся нету когда он подлетит массово охота закроется так происходило всегда во все времена однажды вот вы помните это время когда в мае мы приехали как негры причем все но только вот трусы знаете то были не загорелыми было плюс 30 короче вот тогда гуся мои нахлопали то есть он массово подтянулся все а так нихера сроки охоты никто не сдвигает бля потому что им закон не писан они на вертолете слетают на новую землю там палками его позабирают когда он перо меняет и все так что вот так закипела горячий ну и там и там вскипела сейчас мы это дело переложим по нормальному ждем серегу ну чё как по охоте я из выстрелов не слышу так ветер отсюда туда дует их туда сносила где бонька бонжорно синьорина чё бахтам обязательно бахнем обалдеть все банки ствол взял стол всегда подмышкой в лесу должен быть ну к нам никто не подойдет принципе потому что вот у нас на храмах до охрана место свое зная вот серега вот я стул рядом все ты в броднях на морозе да ты спрялся понятно а это слышь какого хочу чуть-чуть вот так у меня боня мы спать ложимся иди охраняй ты тоже спальник хочешь морда иди охраняй не взять его спальник боня вот она будет сейчас теребить лапой мол ее погладь боня я замерзну все вот это отвалить сейчас так вот нельзя так начинается какая-то херня боня вот не вовремя мы спать у нас гусь серега рядки на нее жарко но не я снял на фиг на потому что у меня холодит от резины тут лентяй блять ну а давай спокойной серый добро до 4 все давай дай поспать сухо мы спать то будем нет тихо все будя 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 мы спать будем мы у нас гусь у нас у нас гусь сука а они такие уж и холодные плюс на улице так нормалек шапку куда-то проебал в спальнике поискать так джеранима а вот в капюшине у меня так серёга добрым утром успеваешь и покурить и все красавелла то знаете что дорогие телезрители мы сходим и посмотрим одну фигню будем ее хвалить или нет но чего брунгильда а вот стоит девку похвалить вот этим отличается охотничья собака от шавки и еще молодец иди сюда молодец угощишься чем-нибудь но чумы хорошие вот она сама жрать не будет а куска у тебя со стола не возьмет да бонька молодец вот так вот вот это есть собака любая другая блять все бы уже сожрала все б сожрала распотрошила это нихера сейчас бойня костер разведут чайковский ну чё мы займемся костром блять бонжорно синерина а у нас чайковский вот о чем я говорил молодец хорошая девочка никого не пустил да дело не в этом никого не пустила сюда все на месте лежит молодец ну все все наелась все свободно до вечера блять два кусочка съела теперь будет отрабатывать да она же боня бандито бандито хуликано гангстерито она же бонжорно синерина главный ролик наша панифация быстрее в себя приду правильно серёга каждое утро в нашем заведении начинается с кружечки бодрящего кофеечку время 5 утра что-то мои видосы вонючими достали а ну что ли послушал блять серёгина жена сказала что видосы вонючие прикиньте ребята насрав вот просто в душу моей громадной аудитории нахуй миллион людей смотрит а она говорит блять дерьмо и заебись серёга она стропалила банджорно синьорина мне бонька вообще молодец да ну в том плане что ну не шавка не сожрёт ничего да пока не даст хозяин лес потихоньку просыпается задница все в том что серёга сейчас сидим говорим он даже на тех выходных да погода была ну еще хуже но он летел он реально летел он гакал над нами сейчас не звука не звука утка там в миноге посмотрели есть полно хер знает что такое да серёга не понятно короче прозевали мы собаки гульки вот это ее тюрьма сейчас вы ее ребята не узнаете все будет поникшая сядет на одном месте и будет сидеть у нее гульки обычно чё она бегает дичь облаивает свистнешь прибегает а сейчас все она не лает ничего по-тихому куда-то бле бегает и об ногу трется к сожалению случилось это поэтому понял заковали а теперь это как вот это как вот равносильно что ее посадили на цепь она никуда не уйдет она будет тут рядом с нами но она уже не будет играться ничего мир потерян все вот она так и будет лежать жалко конечно но мы заметили что ну не такая она да серёга обычно облаят подзовешь подбежит а сейчас все сейчас больше убегать не будет ну иди сюда иди сюда но боя иди сюда так вот и будет стоять короче в этом наморнике никуда не уходит ничего он есть маленький но я вижу что маленький сейчас вот около лагеря так и будет это как знаешь фильм ты слышь там это тоже это у психопата кого-то маска то была я знаю все вы скажете жалко повторюсь мы короче это профукали нахуй но не не чухнули что у нее гульки начались это вынужденная мера потому что она убегает на три часа тут километра шраматывает бегать за девкой бля ну нафиг надо ну она да да поэтому это вынужденная мера зато мы знаем что она здесь потому что нам километр жид наматывать за ней это нафиг иди сюда 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 что поправить нет снять хочешь ну да ну блядь убежит убежит нахуй ну блядь убежит нахуй убежит нахуй блядь здесь же нас вообще ничего никуда не разгребет ну убежит Серега блядь ну по сусалу получит да какому сусалу блядь потом искать ее блядь блядь боня да зачесал отсюда добрый ты хозяин Серега зря зря говорю зря сейчас посмотрим да съесть все съебется сейчас стоять иди сюда да блядь 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 даже белки не нужны не белки не нужны никто никого не облаивает ничего вот как просто подменили все насрать все иди сюда инстинкт есть инстинкт зря снял так бы сидела тут в ногах блядь проверю так че проверять то блядь блядь иди сюда чай будешь давай поставим ну че Серега посмотри на меня снимаю ну и че сжалился ну не просрали а просрал короче когда в наморднике будет здесь метров пятидесяти никуда не уйдет тюрьма привязывать даже не надо жизнь закончилась блядь блядь псина гуляет он взял снял блядь сейчас все она на круг на большой круг ушла бля там деда вон там я походу три часа да не ждать вот там вот шмаляют за перелеском там еще одно болото скорее всего там кобель ну и наша барышня короче бонжорно синьорина ну вот делает вот этот крюк подмахивает подмахивает и подставляет там блядь 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 ну че жди щенков Серега блядь хорошо если не дредхара такая же блядь а то там блядь опять опять на большой круг уйдешь да не обижайся не огорчайся вернее так совпало просто так совпало это надо принять понимаешь много чего в жизни надо принимать ну загуляла ты превратилась из бойца в овощ а овощем нам быть нельзя нас не волнует твоя меська и гульки ты должна работать сказать что мы расстроены это не сказать ровным счетом ничего такое весенние охоты у нас еще не было как приехали вот видели стайку погодка около дела была но к вечеру она испортилась ну сами видели там пока с труды все и так она быствовала до часу дня ну да поспали туда-сюда так вот снимать было нечего особо в общем сейчас время 10 час ну 10 вечер так вот с дня с дня по нынешний момент мы сидим а здесь ни налета ни гака его вообще нет я не знаю да когда мы ехали сюда обратили внимание что на заостровских полях которые являются зоной мирового значения миграции гуся пусто может быть он в Йемецке может где-то еще да тут летают стаи там в кислороде в двух километрах блять на сегодня вот его обрубило вот не видели ровным счетом ничего повторюсь ну да разочарован да разочарован что можно сказать про весеннюю охоту для 2023 года то ли из-за того что мы на сухую ходили не знаю раньше гуся спасала водка а сейчас у меня нет объяснений тому что произошло да серёга даже шанса сука не дал не единого болото выбраны не случайно в прошлом году оно исследовалось на момент ну экскрементов гуся все было усыпано то есть он там жировал мы были на болоте да мы ехали сюда на эти луга то наши заливные заострове зона мирового значения ну миграции гуся ни хера то ли он еще не подлетел то ли не знаю но вывод нами сделан окончательно жизнь она штука такая и так не длинная такие моменты блять как весенняя охота ты их ждешь и вот так вот проябывать больше мы не будем мы будем ездить на наши насиженные места в дельту реки по одной простой причине я не знаю как у других охотников но мы всегда были с дичью и мы реально кайфовали даже самый плохой день там это все равно куча налетов правильно серёга я такого вот как сейчас не видел то есть ни гака даже не было шанса хотя бы один налет этого этого ничего не был странно почему не мотается утка да 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 на реке нет зайца полно всего остального боровой полно утки блять даже на реке нет а гуся это ну это можно только мечтать блять в те годы блять в те годы вот где база прямо над базы пролетал некоторые нехорошие люди ну хватали ружьё стреляли он прям тут и падал на огород блять извините баня лечит То есть даже здесь не мотается Заметил, да, Серый? Я хуй знаю В общем, больше мы так рисковать не будем И принято решение не заниматься херней А ездить, блин, в Дель-Турике, блин На наши острова, блин И заниматься херней там А, поймают, не поймают Ну, пускай еще поймают это все хуйня Да, Серега? Правильно, правильно Вот такие, брат, дела